В Югре началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2013 года. Организация летних пришкольных лагерей обсуждалась на выездном заседании правительства округа. По традиции комплекс мер будет направлен на сохранение и развитие объектов, инфраструктуру детского отдыха, максимальное обеспечение их безопасности, оздоровление и отдых. Осуществляем мы работу лагерей с двухразовым питанием. И у нас есть три учреждения, которые организуют работу с трехразовым питанием. Это 10-часовой рабочий день, пребывание детей в лагере. Стоимость путевки тоже определена для родителей. Мы планируем, что это будет 20%. И в районе 929 рублей для двухразового питания и 1349 для трехразового. И эти суммы практически сохранены с прошлого года. Этим летом в Сургутском районе в Организации оздоровительного отдыха подростков задействуют 24 образовательных учреждения. Три смены запланированы в крупных поселениях – Белом Яру, Нижнесартымском, Федоровском и Ленторе. Оздоровляться и отдыхать будут школьники до 14 лет. Приоритет у льготных категорий учащихся – детей из неблагополучных семей, сирот. Досуг подростков организуют по программам творческого, гражданско-патриотического, экологического и спортивно-туристического направлений. Популярной станет тема предстоящих Олимпийских игр в Сочи. В связи с этим запланированы Малые Олимпийские игры и туристические походы. Заниматься со школьниками будут около 300 педагогов, прошедших аттестацию и имеющих опыт работы в пришкольных лагерях. Смены пройдут с 1 июня по 20 августа. Всего за это время смогут отдохнуть и поправить здоровье более 2000 детей с поселений Сургутского района. Финансовое обеспечение летних каникул в пришкольных лагерях в основном из окружного и районного бюджетов. Особое внимание взрослые намерены уделить безопасности. Это охранники, это сторожа. И у нас все начальники лагеря обучены, специально тоже прошли курсы по безопасности. И педагоги также. У нас есть журналы инструктажей, кнопки тревожной безопасности. И у нас даже уже несколько лет практикуется ежедневный журнал визуального контроля за спортивными оборудованиями и сооружениями. Также и безопасность питания. Это, безусловно, ежедневно начальник лагеря начинает свой день с того, что он идет в столовую, с того, что он пробует продукцию, которая приготовлена. Мы очень тесно сотрудничаем с Роспотребнадзором.